В народных кубанских песнях скрывается душа народа. Их самобытность и задушевность заставляют наших земляков поколение за поколением обращаться к этому уникальному песенному источнику и черпать из него новые жизненные силы и наслаждение для сердца и слуха. Славянские поклонники и исполнители казачьих песен приняли участие в районном фестивале. К казацкому роду нема переводу. Так назывался фестиваль, на который в сельский дом культуры Прикубанский приехали вокальные и фольклорные коллективы со всего Славянского района для того, чтобы своим самобытным творчеством популяризировать казачью песню как одно из самых ярких проявлений традиционной культуры Кубани. Все участники фестиваля в силу своего таланта постарались сделать все, чтобы помочь совершенствовать казачье исполнительское искусство. Люблю всякие, всякие песни люблю. И кубанские, и лирические, всякие-всякие. Могу петь и пою, даже дома сама. Когда заболею, лежу и пою. Можно сказать, что песня «Жить» помогает? Да, да, это точно помогает. Да, хорошая песня действительно поднимает настроение. И особенно приятно, когда зал сопереживает и близко к сердцу принимает твое исполнение. Песня «Жить» Эта песня стала своеобразным гимном фестиваля, и не случайно она прозвучала вторично на его закрытии. А на сцену поднимался один коллектив за другим, и у каждого была своя изюминка. А кубанская земля богата казачьими традициями. И конкурсы, которые сейчас проводятся, они именно нацелены на то, чтобы поднять казачью культуру, казачий быт. И в этих песнях, которые наши предки пели и на свадьбах, и на проводах казаков на войну, в них раскрывается весь быт, культура нашего кубанского казачества. Замечательные голоса есть в нашей глубинке. И многие самодеятельные исполнители, к примеру, как Вера Рыжкова из народного хора казачьей песни Станицы Анастасиевской, дружат с песней с самого детства. Как же не петь? Песня, она дает все. И радость, и настроение. Можно все забыть, когда ты поешь. Все свои неудачи, все горести, все. Ну, вы меня понимаете. Я люблю песню, и наш хор, все любят песню, поэтому мы ходим просто, чтобы видеть друг друга, чтобы петь, наслаждаться жизнью этой. Сильное впечатление на всех произвела песня вокального ансамбля народной песни «Кубанские зори». Песня «Кубанские зори» На закрытии фестиваля начальник управления культуры Славянского района Галина Черноусова Поблагодарила всех артистов за любовь к песне и за участие в фестивале. Давайте петь вот то, что вы поете сейчас. Очень красивые, задушевные, жизненные песни. Спасибо вам всем огромное. Вы большие молодцы. Я поздравляю с нашим таким первым здесь вот фестивалем. Я думаю, что это уже войдет в историю, и мы сделаем его здесь традиционным. Итак, самый приятный и торжественный момент. Участникам фестиваля вручаются благодарственные письма. Неравнодушие к казачьей песне, к самобытному народному искусству способны творить чудеса. Мы рады, что сегодня мы принимали гостей со всего района. Это таланты, наши люди, которые работают в полях, кто-то уже на пенсии. И радуют песней своих зрителей. Потому что все эти песни звучат во многих сельских домах культуры, районном доме культуры, городском. Но сегодня они были все у нас. Мы этому очень рады. Мы с удовольствием ждали эту встречу, готовились к ней. И я думаю, что сегодня фестиваль у нас казацкому роду Немапареводу получился. Да, фестиваль удался. Он еще раз убедительно показал, что народная культура в нашем районе рождает все новые таланты, которые по-настоящему воспевают свою родную Кубань. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа События.